всем привет с вами канал green planet на дворе ноябрь работа саду уже закончена но не стоит унывать сегодня я хочу поговорить о бонсай на это меня натолкнула находка вот гуляя по лесу я нашел вот такую ямадори вот так она выглядит еле обыкновенная я бы себе не простил если бы не взял бы и хоть и погода была довольно-таки морозная уже было минус 8 минус 10 примерно я с комом замерзшим выкопал ее и принес домой в холодной ванночке размыл корни отогрел этот ком отмыл корни потому что на него и не надо будет подработать до сегодняшнего дня я хранил ее замотав корни прохладной влажной салфеткой но не сырой замотав пакет и стрейч и поместил в холодильник температуру холодильнике выставил плюс 3 градуса чтобы она была в покое не просыпалась у что это сейчас вообще не нужно никак вот хочу вам показать какая она вот идет один изгиб 2 3 ходит 4 5 так то она выглядит не очень хорошие уже задатки очень мне понравилось это ямадори несмотря на погоду я решил все таки и выкопать сажать я и буду в грунт это специальный грунт для хвойных и бонсай составу него входят торф верховой низинный доломитовая мука керамзит такие полезные добавки минерал пролонгированного действия я еще добавил сюда речного песка чтобы субстрат был порыхлее чтоб корни хорошо ветвились потому что для бонса это очень не нужно и нужны вот эти вот длинные якорные корни не нужны вот эти вот маленькие чтобы они наращивались вот в такой грунт я пока буду сажать пока она будет приживаться наращивать корни вакадаму я пока решил ее не сажать рановато дело еще надо чтобы она прижилась так с корнями что тут чем показать все корни видите они практически все идут вниз для бонса и такое расположение корней вообще не подходит как вы понимаете бонса и садится бонсайницу это маленькая плошка и она с невысоким бортом и корни должны быть в разные стороны мне придется сделать обрезку корней так чтобы оставить только те которые нужны вот этот например вот бог который идет корень и оставлю смотрю что здесь еще можно и так вот я сделал обрезку корней оставил вот пока вот такие вот корни в бок идет две я укоротил ветки вот раз которая шла прям центральный центральный вот вот этот проводник показать получше вот он его вообще удалил во первых они были переплетены мешались друг другу вторых он шел прям центр вглубь горшка и я бы никогда бы не смог уже посадить его бонсайницу нормально загнуть он уже довольно таки толстый был не такой сильно эластичный тоже бы не получилось пока я вот остановился по такой обрезки так сейчас буду сажать так вот я насыпал грунт поставил ель здесь у меня пульверизаторы впрыскалки раствор марганцовки это нужно для того чтобы обеззаразить корни землю всяких грибковых заболеваний от инфекций не было никакого загниения и плюс еще я почему пользуюсь именно пульверизатором поливать именно заливать ель я в данное время года не не хочу потому что она у меня будет сейчас посажена и вынесена на балкон остекленный балкон но не утепленный там не будет ветра но будет примерно такая же температура как на улице если сделать здесь болото это все замерзнет превратится в ледышку и может очень плохо отразиться на корнях поэтому я буду так постепенно влажненько досыпал вот так постепенно слоями насыпал еще раз брызну земля была влажная не было воздушной подушки в корнях но при этом была она не сильно мокрый и так ель посажена вот так вот получилось теперь надо определиться с лицом у лицо бонсая называется это тот ракурс который более менее симпатичный изначально от его выбираете и рассчитывайте что пристальное внимание всех больше будет на этот сторону его то есть чтобы он с этой стороны выглядел максимально красиво так как подчеркнуть его извилистость здесь мне не нравится думаю вот это я выберу как раз лицом еще что мне повезло смотрите вот корневая шейка выходит и верхушка они практически по одной линии находятся это всегда выглядит красиво и правильно в этом случае мне очень повезло с этими модари вот эта ветка мне не очень нравится и и конечно можно будет у так вот привязать удлинить сделать противовес этот чуть-чуть наклонить сюда вот таком положении вот я думаю эту ветку отклонить вот сюда зафиксировать сейчас я буду накладывать проволоку вот у меня такая проволока есть алюминиевая медная продаются они матках можно купить для бонсай обвязочные можно день может у самих есть дома я заказываю что забыл еще отметить я при посадке не использую никакие сейчас средства для укоренения и всякое такое одно корневин или еще что то потому что растение сейчас находится в покое пробуждать какие-то процессы не имеет никакого смысла и может это плохо кончится и так что получилось вот я наложил проволоку пока я решил ограничиться только двумя ветками которые вот уже довольно таки толстые вот раз ветка и два ветка остальными я займусь уже после того как дерево окрепнет там все будет уже видно ясно вот эти ветки они уже довольно таки толстенькие решила прям сразу фиксировать положение какого мне хочется вот как она выглядит ствол одна ветка уходит налево ствол и на заднем плане эта ветка вот она она дает как бы задний фон чтобы сзади не было пустоты там будет расти вот этот ветка эти вот маленькие отростки что куда и пока их оставлю все пускай растут все будет известно потом это наверное эти за огонь и вниз пригнул не знаю пока не решил время есть пока потом главное чтобы она конечно хорошо перезимовала там уже будет ясно пока я делать вообще ничего не будет единственное что можно только если верхушку или изогнуть или вообще прищипнуть перевести вот на эту наверное так и сделаю здесь вот надо будет прищипнуть и перевести вот на эту верхушку потому здесь такая длинная толстая уже как бы некрасиво высоту сильная не планирую больше делать вот такого положение я поставлю в каком таз туда засыплю опилки этот горшок засыплю весь опилками со всех сторон и поставлю на холодный балкон на стекленый но я не отапливаю и так вот она будет зимовать до весны весной покажу она перезимовала и что я с ней буду делать подписывайтесь ставьте лайки дальше будет еще интересней всем спасибо